Светлана Бекац на прием приходится не одна. Разом еще трое же хорора и центра с одной проблемой – приватизацией жилья. И она возникла после смены статусу интерната и перевода его в жилый дом. После этого, естественно, все жильцы, потому что они никуда не выселялись, не заселялись, если руководствуется законами о приватизации об общей жильцах, значит, никого никуда не выселяли и не заселяли, ничего не переоборудовали. Значит, все жильцы, в основном все жильцы, пожелали приватизировать занимаемую жилую площадь в этих домах. Юры Шулейко, отзначая, пытание складано и потребует досконалого выучения. В ближайший час отбудутся проверки с уделом разных структур для вызначения дальнейших деянеў. Тым часом, коли одни проблемы грамадян потребуют с разбиральництва, іншая – помощник президента называя недопущальными выпадками. Фермер Василь Гузоў працую на земли каля 25 годов. У его владани 80 гектаров, где выросшуюцца бульба и зерневые культуры. Некали годов тому свою продукцию фермер сдал двум мясцовым сельскохосподаршим организациям. Гроши отрымал только недавно. И то я пасля звороту у администрацию президента. Однако за отсутности сродков не паспел подрихтовать Глебу на зиму. Тому пасявная можа быть сорваная. Керовництва господарок да помогу не оказало. Сегодня меня поразил особый вопрос – это отношение к фермеру. К фермер, который давным-давно использует землю. Я вижу, как человека, и никто не сказал критического замечания, что он не по назначению использует. И как к нему относились бездушно – это руководители хозяйств. Юрий Шулейко доручил оказать фермеру усю необходную допомогу. И надалей быть больше уважливыми до людей, которые працуют на земле. Я доволен. Если только они держат слово – помогут. Чтобы я не бегал, не искал комбайны. А под заявку дал, чтобы уборка, пожалуйста. Потому что я не куплю комбайнов. Очень дорого. И ни один фермер это не купить. Я же не требую этих долг. Я понимаю, что тяжелое время. Просто я просил, чтобы комбайн хотя бы дали. Увагу ли, подчас приему грамадян и промой телефонной линии, было разгляджено каля 20-ти пытанев. Тычили сияны земельных спричек, семейных конфликтов, працеводкование, одновление прационного стажу. Юрий Шулейко отзнашает, что певная частка пытанев, которые сегодня прогучали, повинна выращаться на мясцовом узровне. Многие вопросы можно решать. И надо их решать не только одноразово, а смотреть вглубь этих вопросов, чтобы они имели дальше продолжение или не имеют продолжение. Ряд сегодня записавшихся задавали четкие вопросы. И я усматриваю данных вопросов в некую душевную обиду, которая сегодня звучит с их разговоров, и, к сожалению, даже в адрес наших местных властей. Поэтому работу эту нужно продолжать, нужно продолжать объективно и детально. По огученных подчас приема и телефонной линии питаниях дадены доручения. Частка была расслумачена одразу, шерах зворотов узяты на контроль. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район.